Учебник английского языка, 7 класс, Афанасьева Михеева. Юня 2, упражнение 45, у меня страница 47. Итак, у нас нужно сделать переводы данных предложений. Перед этим давайте посмотрим на небольшие рамочки. Итак, нам нужно прочитать и сравнить кое-какие слова, которые, в принципе, по-русски очень выглядят одинаковыми. По-английски это разные слова, поэтому тут нужно разобраться. Первое слово, которое вы проходили как раз в этом юните, это interpreter. В принципе, вы с ним уже поработали. То есть это что? Это человек, который повторяет, что кто-то другой говорит, переводя это на другой язык, так, чтобы другие люди могли это понять. В общем, конечно, такая формулировка довольно сложная. В общем-то, человек, который устно переводит в какой-то текст на иностранном языке. То есть мы называем это переводчик устной речи, который устно переводит. Что же такое translator? Давайте посмотрим сначала ваше определение. Это человек, чья работа переводить с одного языка на другой, особенно письменно. Ну, то есть это переводчик именно письменный. То есть те, кто переводит устно, на слух, это у нас interpreter по-английски. Те, которые записывают свои переводы, это translators. Так, здесь у нас вопрос, да, следом идёт. Какой из этих двух? Interpreter или translator? Обычно делает переводы in writing, то есть письменно. Ну, как вы поняли, письменно делает переводы translator. А orally, кто устно делает переводы, устно делает interpreter. Во-вторых, смотрим, ещё одна проблема есть. Это слово «словарь», которое в английском также имеет два разных перевода. Итак, разберёмся. Давайте составляем. И добавляем и «с». Так вот, первый вариант перевода – это все слова в языке. То есть это можно сказать, ну, не знаю, лексический запас всего языка, да, то есть сколько тысяч слов, вот когда говорят, что в русском языке столько тысяч слов, в английском там больше пятиста тысяч, это всё их vocabulary. Затем второе – это список слов на уроке или в книге. То есть вы прошли юнит 2, вы видели у вас целый список слов, вот это ваш vocabulary для данного юнита. Или в конце книги, в конце учебника у вас есть целый список слов по алфавиту расположен, это тоже ваш vocabulary, то есть отдельный список, может быть, тематический, может быть, в разброс, но это всё связанные слова с определённой темой, с определённым разделом. Третье – это все слова, которые знает человек, то есть это ваш словарный запас. Это опять же будем переводить vocabulary. Например, «a young child has a small vocabulary». Маленький ребёнок или молодой, ну, в смысле, просто, можно сказать, ребёнок имеет маленький словарный запас. Теперь разберём, что же такое dictionary. Итак, dictionary, во множественном числе, кстати, то же самое, why будет меняться. Это книга, которая даёт слова в алфавитном порядке и объясняет, что каждое слово означает. То есть главное различие, что вот это – книга. То есть когда вы покупаете, хотя сейчас в основном электронные, ну, вот если вы увидите, на полке стоит словарь, то есть это ни в коем случае не vocabulary стоит, это dictionary стоит. То есть то, что вы можете полистать именно в виде книги целой и найти подходящее слово. То есть не отдельного раздела, а словарь по всем, ну, на сколько там, на 40 тысяч слов, на, не знаю, 10 тысяч слов. Вот это dictionaries. This book is a dictionary. Эта книга – это словарь. Теперь по переводу давайте разбирать, что, как у нас тут будет из этих четырёх слов, да, и у нас их четыре тут проблемных этих слов, будем смотреть на примере, как это делается. Итак, в мире существует огромное количество словарей. Для начала давайте посмотрим, всё-таки это первое слово или вот это dictionary. Это имеется в виду книги. А раз книги, то мы будем использовать слово dictionary. Ну, а теперь по структуре. Что-то где-то находится. Значит, снова мы работаем. There is или there are. Определяем. У нас будет речь вестись о огромном количестве словарей, а это у нас, если что, а, ну, здесь, кстати, ага, тут, да, кстати, у нас нам бы, получается, количество будет влиять на наш глагол. Тут немножечко у нас такая, ладно, структура. Сейчас на примере смотрим. Итак, там у нас будет единственное, так как нам бы. There is. Теперь смотрите, огромное. Это huge. Количество. Может, вот это вы не сильно ещё встречали, эти фразы. Huge number. Количество единственного числа, значит, нам ещё нужно здесь артикль поставить. There is a huge number of... Кстати, вместо huge можно, в принципе, great number тоже ставить. Ну, давайте я так уже поставила. Теперь словарей. То есть мы поняли, это бумажные словари, то есть это вот книги целые. Мы берём вот этот dictionary, но во множественном числе. То есть мы пишем как раз с этой сменой. Вот они. I, A, S. Так, и осталось написать в мире. И получилось. There is a huge number of dictionaries in the world. То есть тут речь шла о напечатанных книгах-словарях. Учителя обычно просят своих учеников ввести словари, чтобы записывать в них новые слова. Здесь речь о каких словарях? О словах, ну, о словаре, в котором записываются слова из определённого раздела, из определённого учебника. То есть тот словарь, который ведётся учениками, то есть это не напечатанная толстая книга, это просто словарь каких-то проходимых вами слов. Вот это как раз вариант с vocabulary. Так, теперь по структуре. Учителя обычно просят. Это present simple. Teachers без артикля. Это в целом там любые учителя. Usually. Просят. Ask. То есть present simple. Кого просят? Своих учеников. Their. Можно pupils, можно students. Ну, давайте мы уже постарше. Давайте students писать. to keep вести словари. И вот здесь, опять же, напоминаю, у нас пойдут vocabularies во множественном числе. То есть снова смена и окончание. Так, чтобы это просто предлог to записывать в них новые слова. Записывать. Ну, у нас тут вариант есть. Ну, давайте write down. То есть вот это, наверное, вы встречали. Фразовый глагол write down – это именно записать к себе там в тетрадку или на доску. To write down. Затем новые слова. А вот потом только в них. In them. Так, не влезли. Давайте так. То есть это уже в конце. Ну, по правилам английского не здесь, оно не в серединке идет. Teachers usually ask their students to keep vocabularies, to write down your words in them. Три. Дай мне, пожалуйста, вот тот большой словарь с полки. Во-первых, слово «пожалуйста» в серединке стоит. Да, в русском языке где угодно мы можем поставить. Ну, в английском, как всегда, свои правила. Ну, здесь, скорее всего, можно в начале, можно в конце. Ну, давайте в конце поставлю. Начнем. Дай мне тогда. Give me. Уж я думаю, это вы знаете. Затем тот. Он один, он далеко. Значит, that. Большой. Big. Словарь с полки. Ну, здесь, надеюсь, вы уже поняли, что это книга. Имеется в виду, раз книга, то dictionary. That big dictionary. Так, с полки shelf, вот не знаю, помните или нет, это у нас полка. From the shelf, вы будете знать о ней, поэтому Z мы там поставим. И вот в конце только мы используем это слово «пожалуйста», через запятую, мы ставим please. Кстати, если бы мы please поставили в начале, предложение запятая бы не нужно было. Give me that big dictionary from the shelf, please. Четвертое. Каждый, кто учит иностранный язык, должен стремиться расширить свой словарь. Кстати, знаете, что я подумала? А где упражнение по переводчикам? Я вдруг осознала, что здесь его как-то вот нет. Ну, ладно, может дальше будет. То есть, в принципе, для этого упражнения, видите, можно было просто вот это вам объяснить, только про словари. Ну, ладно, полезно. В принципе, и переводчиков знать. Итак, четвертое. Каждый, кто учит иностранный язык, смотрите, расширить свой словарь. Имеется в виду же не книгу печатную, да, а свой... Так, прервалось, и так... Имеется в виду словарный запас. Поэтому работать мы будем со словом vocabulary. Итак, каждый, ну, тут можно сказать every person, можно сказать everybody. Ну, давайте второй вариант. Everybody. Who... Учит, кто учит. Так, study. Ой, так, секундочку. Учить не то. У нас именно языки. Who learn. И у нас, смотрите, everybody – это как единственное число. То есть, с-очку мы добавляем в present simply. Everybody who learns иностранный язык. То есть, любой, значит, a foreign language. Так, что он должен? Должен стремиться расширить. Так, должен, должен, должен стремиться. Ну, тут прям должен, вот смотря, с каким оттенком это сказано. А, тут, кстати, вот интересно, должен. Ну, здесь, наверное, все-таки как совет идет. То есть, смотрите, можно вариант has to поставить. И, ну, тогда как-то больше ему приходится. Ну, давайте все-таки should тогда. То есть, ему следует. Тут действительно совет более, вроде бы, по переводу правильно. Должен стремиться. Ну, то есть, кстати, стремиться-то вы не знаете. Давайте тогда как пытаться. Просто заменим. Should try. To. Тут подсказали, как будет расширять. To enlarge. Затем свой. Кстати, тоже вариант. Everybody who learns should try to. Это вы еще не проходили. Но здесь можно поставить there. Хотя до этого пока не было. Или можно поставить easily here. То есть, через черточку показать его или ее. Ну, давайте вот так there заменим. То есть, это также возможно в английском. To enlarge there. Ну, нам главное слово vocabulary. То есть, это как раз словарный запас. Everybody who learns a foreign language should try to enlarge their vocabulary. Пятое. В конце нашего учебника есть словарь. Какой имеется в виду словарь? Имеется в виду не книга, конечно, отдельная, напечатанная, а словарик по разделам учебника. То есть, опять vocabulary. И снова что-то где-то находится. То есть, there is, there are. Так как у нас словарь единственного числа, то there is a vocabulary. Где он у нас находится? В конце нашего учебника. At the end of our... Так, у вас это называют просто их по-разному. Ну, вроде у вас... А, students book у вас. Students... Ой, так, секунду. Students book. Кстати... А, нет, вроде у нас большая. Не помню, кстати. Полно так оно сохраняется. There is a vocabulary at the end of our students book. Шесть. Открыв словарь, вы можете многое узнать о языке. Ага, интересно. Вы этот просто оборот не учили. Думаю, как бы тогда нам подправить. Так, сложный вариант. Вы просто не проходили еще такую структуру. Давайте мы немножечко... Так, сейчас я подумаю. Тут, наверное, единственный все-таки у нас. То есть, когда вы открываете словарь, мы немножко перефразируем. Смысл-то у нас останется. Но главное, чтобы вы могли это перевести сами, используя ваше знание. То есть, это when you open... Так, when you open... Словарь тут имеется в виду любой. То есть, это книга, значит, a dictionary. Вы можете многое узнать о языке. You can... Узнавать это тоже... Learn. Узнать или учить это все одно слово. You can learn много. A lot о языке. About... Ну, здесь, наверное, опять же, о любом. A language. То есть, еще раз. When you open a dictionary, you can learn a lot about a language. Седьмой. Словарь Пушкина отличается от словаря Гоголя. А словарь Пушкина мы начинаем с фамилии. Итак, потом притяжательный падеж ему. И затем только пишем словарь. И вот давайте посмотрим, что значит словарь Пушкина. Это книга, ну, как словарь Даля, может быть, слышали. Или же это набор слов, которыми, в общем, пользовался наш великий писатель. При написании своих произведений. Правда, может, многие не знают, но словаря Пушкина в печатном таком варианте, как словарь Даля, не существует. Поэтому это имеется в виду, конечно, именно словарный запас, который использовали... Ну, или те слова, которые использовал Пушкин и которые использовал Гоголь. Поэтому работать мы здесь будем, опять же, со словом vocabulary. Пушкин's vocabulary отличается. Is different. Хотя можно было глаголом, но давайте. Так, is different. From... Теперь Гоголь тоже самое с притяжением. И снова... Воке... Ой, секунду. Вокабиллари. Пушкин's vocabulary is different from Google's vocabulary. Правда, вот этот второй vocabulary можно было заменить словом one, но я не помню, проходили вы это или нет, поэтому... Так, давайте, ладно. Давайте просто я оставлю тогда. Затем. Сколько слов содержит словарь английского языка? Что имеется в виду вот в этом слове словарь? Если бы показали, вот сколько слов вот в этом именно словаре, да, там, печатная книга, вы ей трясёте, говорите, а сколько здесь слов? Это был бы dictionary. Но здесь имеется в виду, мне так всё-таки кажется, потому что про бумажную тут версию ничего не сказано, именно весь запас... Так, прервалась. То есть весь запас определенного языка. Мы опять работаем с vocabulary. Сколько слов? How many words? Снова что-то, где-то. То есть у нас снова there is, there are, только в варианте теперь вопроса. Значит, are there... У нас там множественное число слова. Are there in the English... Ну и здесь словарь имеется в виду, вот как мы говорили, vocabulary. How many words are there in the English vocabulary? И смотрите, что у нас здесь получилось. То есть ещё раз, главное различие. Vocabulary. Ага, вот здесь увидела ошибку. Это то, что первое слово vocabulary – это словарный запас или слова с переводом, записанные по определенному разделу, а dictionary – это именно печатная книга, в которой собраны максимальное количество слов указанных определенного языка. То есть это именно... Ну, в основном ориентируйтесь, что это печатная книга. Продолжение следует...